Поэтому я, конечно, в сопротивлении вообще, что вам рассказывать, потому что вот в таком жанре мастер-класс я веду в первый раз в жизни. Я веду тренинги для женщин и голосовые тренинги. Мы уже не обучили долго по нашим временам, наши тренинги, все эти импульсы, я вот этим не работаю. Но вот мастер-класс я как-то никогда не вела, честное слово. Поэтому для меня, конечно, один час – это очень сложный формат. Тема мастер-класса «Пущество и женщин». И вообще-то это, конечно, очень вызывающее название для меня, потому что ведущий тренинга всегда обязан соответствовать заявлению теми. И только с прошлого года я почувствовала, что мой объем переживания счастья на каждый день превысил 50%. И сейчас я гораздо больше счастлива, чем раньше, и могу сказать, что да, я себя ощущаю счастливой жизнью. Это факт. Если вам кажется то же, что чувствую я, то я могу рассказать, как я это делаю. Понятно? Я занималась своей жизнью очень многими практиками. Работала достаточно хорошо и профессионально в разных сферах. Я занималась рекламой, долгое время я проектами развивала. Потом я была бизнес-тренером, была преподавателем в УЗИ, работала на втором лучшем образовании. Прошла очень много психотерапевтических курсов. Знаю много методик. По креативности у меня там есть сертификация. И я в итоге пришла, что в энергетическом теле должны реализовываться очень простые законы. Для того, чтобы женщина чувствовала себя здоровой, уверенной в себе, привлекательной, гармоничной, текучей, счастливой, наклоненной, очень довольной жизнью. И эти энергетические законы, если они в теле постоянно поддерживаются практиками, вниманием, то это как база для всех вот этих вот психологических, сильных, комфортных состояний. То есть много направлений психологии, психотерапии приходят к этим базам через свои способы. И у каждой из вас есть своё любимое течение. Кому-то нравится тянуться, кому-то нравится танцевать, мне нравится петь. Я обожаю петь, поэтому йога голоса — это вот направление, которое мы видим с Олегом, своим мужем. Мы поступаем в танцерку, музыке, музыке. Это путь, это мой путь через звук и через голос, через который я пришла вот к этим базовым законам энергетического тела, которые сейчас мне позволяют чувствовать себя счастливой женщиной. Поэтому сейчас мы с вами сделаем две очень простые практики, в которых будет задействовано ощущение энергетического тела. Здесь вы уже будете каждый, каждая со своими способностями присутствовать в этой теме. И звучание, и звук. Вот. И мы будем делать две практики, всё оставшееся время. Я надеюсь, этого вам хватит, чтобы почувствовать то, о чём я рассказываю. Базовые принципы работы энергетического тела и как звук может помогать в этом процессе, вот этого ощущения внутри взвешенности и напоенности жизни ощутить. Понятно? Так, для этого нам нужно встать. Вам нужно рассередоточиться так, чтобы вокруг вас было вот небольшое движение рук. Вы могли сделать небольшое движение. Небольшое движение. Лиля, спроси, нужен ли перевод?